Николай Михеев советский и российский артист театра и кино. Он известен своими ролями в фильмах «Вечный зов», «Тревожные ночи в Самаре», «Хлеб», «Имя существительное», «Ермак». Около 20 лет Николай Александрович проработал в самарской драме, а затем до самой смерти в театре Самарт. Об актере, оставившем большой след в российском кинематографе, вспоминали его коллеги по цеху и поклонники его творчества. Это на самом деле большой русский артист. Он настолько был подробен и органичен в своих ролях, что любая роль, даже эпизодическая, поднималась до такого уровня обобщения характера, типа человека, что не волновать, не заставить размышлять просто невозможно. Николай Михеев родился 12 февраля 1923 года в Самарканде в семье военного. Учился в Иркутском университете на историческом факультете. В 42-м году был призван в ряды советской армии и служил авиамехаником. В 44-м был награжден медалью за боевые заслуги. Что вдруг могло заставить вот такого военного механика вдруг в 46-47 году заняться творчеством, понять, что его место в театре, что он актер. Актерская деятельность Михеева началась в 46-м году. На сцене он выступал 45 лет. За это время успел проработать в театрах по всей стране. В 70-м году Михеев переехал в Куйбышев и устроился в театр драмы имени Горького. Он был такой энергосберегающий сосуд. Такое ощущение, что он берег себя, свою эмоцию, свою открытость для сцены, которую там выдавал сполна. А общения не было. Мы можем вечером во время спектакля быть отцом и сыном и со слезой и с душой относиться друг к другу. А на следующий день я просто услышу «Здравствуй, Володя!» и все. Такой вот сосуд, такой человек загадка. Актера не стало в 93-м году, но имя Николая Михеева, народного артиста СССР, лауреата Госпремии РСФСР большими буквами вписаны в историю театра и кино. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.